Говорят, что сегодня поэзия мало кому интересна, что читают ее лишь самые завзятые поклонники и что вообще не имеет смысла после Пушкина писать стихи. Смешные люди, им, наверное, неведомо, что пока на свете хоть один человек будет писать стихи, то обязательно найдется еще один, кто будет их читать. А посему подобный скептицизм в отношении поэзии может и должен быть отметен. Сегодня поэзия не собирает стадионов, а поэт не такая популярная фигура, как в 60-е, но это не значит, что талантливых людей стало меньше. Не значит, что поэзия стала забавой оригиналов, пишущих, издающих, читающих, а живущих поэтах впору писать мемуары. Вот уже 10 лет подряд в Харькове проходит фестиваль современной поэзии имени Бориса Чичибабина. В нашем городе пишут стихи. Существует традиционное мнение, что поэтами рождаются. Вот появился человек на свет, и вроде бы все у него как у всех. А нет, что-то там внутри подсказывает поэт. Дальше поэты ждут испытания судьбы и муки творчества. Но вот он в мир пришел. Известный украинский поэт Александр Кабанов написал свои первые стихи в 6 лет. Дальше была мореходка, факультет журналистики Киевского университета, 4 сборника стихов, и один из них «I love you» поэтический бестселлер. Вообще о себе поэт рассказывает немного. Я не хотел бы себя видеть какими-то такими с загнутыми бровями, с расчесанными мозгами на пробор, так сказать, вот, говорящего какие-то глыбы, так сказать, элегии глобальные такие, вот. То есть это не мой, вероятно, диапазон, просто не мой, что ли, жанр жизни. В Харьков Александр Кабанов приехал на традиционный фестиваль поэзии имени Бориса Чичибабина. Зима – Чичибабинское время. В его стихах много зимних пейзажей. Две первые книжки Бориса Чичибабина вышли одновременно, когда ему было 40, одна из них – «Мороз и солнце». Чичибабин пришел в поэзию, когда за его плечами была ссылка безработицы безденежья. Ни яркое освещение, ни полный зал. Так слушали поэзию в Харькове этой зимой. Чичибабинские чтения – события немассовые, зато здесь нет людей случайных. Людей, которые не просто интересуются, а действительно понимают стихи, их всегда было очень немного. Их вообще едва ли больше, чем пишущих людей. То, что у нас было в свое время, когда, так сказать, искусством поэзии руководила поэзия эстрадная, то есть в 60-е время Евтушенко, Вознесенского, Ахмадолиной. Ну вот это случилось просто потому, что поэзия тогда заменяла вообще какое-то живое слово в эти времена. То есть взяла на себя другие функции, политические в том числе. Вот. И, конечно, такого Бома, я думаю, уже не будет. Я вообще не думаю, что он и нужен поэзии. Это все-таки занятие очень такое вдумчивое. Харьковченко Ирина Евса – автор восьми поэтических сборников, два из которых вышли совсем недавно. Свою первую книжку она увидела еще студенткой Московского литературного института имени Горького. Правда, тогда, в 79-м, под жесткой рукой корректора полегли невинные строчки. В России сегодня зима. Но разве это было важно для молодого поэта, у которого вся жизнь впереди и за спиной крылья? В интервью на вопросы о том, чего я хочу, я отвечаю – я хочу умереть ум. В общем, я считаю, что любой человек должен перед собой эту задачу ставить, потому что тогда и его жизнь будет интереснее, да, и вообще он будет интереснее для кого-то. Идея о том, что родись Александр Сергеевич в пятиэтажке гениальным поэтом он бы никогда не стал – не нова. Может, от того гении перевелись, кто знает. Но музы разного калибра посещать поэтов не перестали. И вдохновленные томлением нежным по час рождаются стихи. Я на самом-то деле вроде бы и печален, но с другой стороны, скажем, большинство моих стихотворений, в них как бы есть некая доля, не то чтобы там юм, скажем, улыбки определенные. То есть, и прежде всего, эта улыбка появляется, то есть, когда понимаешь, что человек, собственно говоря, слаб с одной стороны, и с другой стороны, все-таки, как Бродский правильно писал, в каждом из нас бах, в каждой музыке бах, в каждом из нас бух, вот, то есть, творец. И, ну, скажем, может быть, эта улыбка, она позволяет мне оставаться собой, вот. То есть, я всегда, собственно говоря, боюсь потерять удивление. Удивляет других его новый проект «Живой журнал» – деловое издание для творческих людей. «Будь знаменитым» – это их девиз. Бывает пора, когда начинаешь чувствовать бедность языка, невозможность словом передать всю сложную гамму нахлынувших переживаний, и в тоске повторяешь тютчевское «мысль, изреченная, есть ложь». Но вдохновение коснулось вашего чуткого слуха, и вот они, стихи. Цицерон более двух тысяч лет назад сказал, «Поэтами рождаются, а ораторами становятся». И если ты рожден поэтом, то ничего не попишешь. Это как стихийное бедствие. Тебе дано располагать лучшие слова в лучшем порядке. И дай тебе Бог сил, поэт, и вдохновения. Субтитры создавал DimaTorzok